друзья всем привет серферы бездельники девианты и мы продолжаем наши эфиры и этот эфир на самом деле должен был быть записан на тайном на нашей тайной базе месте в греции на крите вот с Ильей Кусой мы специально туда приехали значит все развернули короче говоря но солнце было таким жарким и лень греческая передалась нам и мне в частности короче мы не записали про Афганистан и наверное хорошо что не записали потому что события развивались так быстро что наши прогнозы могли и устареть хотя в общем-то ту логику которую мы с тобой проговаривали в прошлом эфире она в общем-то подтвердилась вот поэтому вот давай мы с тобой сейчас поговорим про Афганистан ну самое главное большие геополитические последствия всего того что происходит сейчас вокруг Афганистана и чего начнем с чего два из этих со стартовых позиций игроков разных сейчас самые лучшие стартовые позиции вот уже после захвата Кабула имеют Китай Пакистан Иран я бы сказал еще Узбекистан и Российской Федерации может быть еще монархии залива но там очень разные как бы там надо их рассматривать отдельно но в принципе вот эти страны по моему мнению имеют самые такие вот выгодную позицию стартовую то есть я не говорю что они победили в чем-то то есть они могут они имеют хорошие возможности сейчас перехватить инициативу там в Афганистане и зайти туда нормально они выгодоприобретатели как да 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 потенциальные то есть особенно Китай конечно то есть тактически я даже сказал бы что Китай в принципе сейчас выигрывает по этой ситуации там выиграет ли он стратегически покажет время но конечно китайцы и я бы сказал русские тоже потому что Россия с четырнадцатого года налаживает отношения с талибаном то есть они еще тогда для себя решили что талибы скорее всего ну рано или поздно они войдут во власть так или иначе и в общем то они не прогадали можно сказать но китайцы конечно больше лучше всех потому что в отличие от россиян которые имеют мышцы но финансовых ресурсов у них нет то у китайцев конечно есть и то и другое чтобы я имею в том числе ресурсы для экономической стабилизации афганистана что сейчас станет приоритетом номер один для талибской власти в принципе остальные во втором эшелоне идут идут уже те страны то есть вот эти страны которые назвал это те которые первое имеют установленные контакты с талибами включая узбекистан кстати у нас забываю что у нас на самом деле лишь узбеки еще при каримове в 90-х в конце 90-х в принципе ну пошли на стабилизацию отношений с талибами несмотря на там у них были непростые отношения но они в принципе их вывели в нормальное русло в отличие от других стран региона таджикистан и того же то есть они умеют установленные контакты с талибами они имеют амбиции играть в афганистане они имеют возможности и планы есть определенные проекты договора там стратегии как у китая новый шелковый путь и транспортные коридоры или протопе кстати заявили так вот 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 это все а у них есть это газопровод который из туркменистана по территории афганистана должен был строиться в индию да в индию патистан индию да и президент ашрафгани кстати очень поддерживал уже экс-президент и сейчас конечно туркмейна немножко обеспокоились тем что вот не знаю как-то либо будет на это реагировать вот то есть это вот страны которые в принципе для них падение кабула не стало каким-то шоком во первых во вторых не стала трагедией да то есть ну да некоторые проекты заморозились но для них талибан это не враг то есть это не пришла какая-то враждебная сила которая сейчас там но они не знают что делать второй эшелон стран это те которые как раз вот у них проблемы реально проблемы в отношениях с талибаном и они сейчас будут у них будет достаточно сложная позиция сложно будет их им позиционировать себя это таджикистан во-первых у которого во первых очень длинная граница с афганистаном а во-вторых у них непростые отношения с талибами и в третьих они сейчас окажутся на переднем краю миграционные проблемы проблемы беженцев гуманитарной ситуации и даже вот этого вот обостряющегося противостояния между талибами и вот этим вот последним очагом сопротивления в паншере который часто сумма суду да потому что и сын масуда ахмад массуд младший амрула салих бывший вице-президент афганистана ниже таджики и в общем то тут сейчас будет до вопрос к таджикистану ну короче там же что таджикистана очень трудные были отношения с талибами в свое время таджикистан же вместе ну как в составе советского союза воевалишь в афганистане потом после вывода после выхода они вот это вот власть когда захватили маджихеды при власти маджихедов враждебные отношения были между афганцами таджикистана в таджикистане когда была гражданская война то одним из участников этой войны были как раз исламисты в том числе афганские таджики которые через границу там шли и воевали ну и нужно сказать что в в афганистане очень был значительная часть населения там наверно где-то около четверти там это таджики это вторая крупнейший этнос после пуштуна да это иной это очень существенный фактор потому что они живут на севере там на северо-востоке компактно и их много да и границу сейчас когда талибы захватили границу с таджикистаном 7 июля они же поручили охранять эту границу своим таджикским отрядом то есть там сейчас двух сторон границы стоят таджики этнически только с одной стороны таджики военнослужащие а с другой стороны афганские таджики да еще и ну как утверждают мвд таджикистана но и как бы журналисты подтверждают иностранные что там еще не просто афганские таджики а вот эти которых из радикальных группировок таджикских которые в свое время воевали в таджикистане границу таджикистан еще россия охранято сколько помню 201 дивизии какая-то мне на самой границе россияне не стоят на территории таджикистана есть российские войска так поэтому же президент рахман поэтому направил на границу дополнительно 20 тысяч солдат таджикистана поэтому он участвовал именно на территории таджикистана провели вот эти трехсторонние военные учения россия узбекистан таджикистан именно поэтому в душин б быстренько прилетел прилетал лавров и российские представители разговаривать именно в вопросе в случае чего-то россия поможет вот поэтому таджикистану в самом уязвимом положении потому что они ну у них стали по сталибами достаточно сложное отношение сохраняются ну и кстати наркотрафик который идет он же прежде чем попасть в россию из афганистана он пересекает таджикскую границу тоже прямо классика главный проходной двор вот в авто и кроме таджикистана во втором эшелоне вот этих стран у которых стартовые позиции такие себе я бы назвал еще страны европейского союза потому что но и соединенные штаты в том которые уже ушли но они же там как-то останутся потому что в первую очередь из-за того что сейчас у них будет моральная дилемма связана с тем признавать власть талибов или нет даст с одной стороны вроде как они должны признать ну талибан власть де-факто их игнорировать нельзя если вы хотите играть в афганистане устанавливать какие-то связи значит надо их признать или хотя бы начать с ними диалог не признавая а с другой стороны это будет трудно объяснить население то есть это вообще трудный мораль потому что у запада есть моральные обязательства которые они сами на себе взяли и как с этим быть я думаю что у них просто будет формироваться позиция дольше чем там у того же китая которым вообще все равно европе придется там они будут раскачиваться долго думать как это как это подать к за какой то есть и все будет зависеть также политики внутренней талибана как которую они будут проводить в афганистане то есть она будет умеренной то европейцам американцам канадцам там будет легче как-то типа установить диалог и постепенно и даже снять талибан со списков террористических организаций если нет если будет опять повторение 90-х я не знаю как они будут решать то есть у них будет реально проблема поэтому вот вот я бы так вот час обрисовал общем общем картин у меня у меня два дополнения замечания за дополнение наверно тогда то есть ты недостаточно мне кажется характеризовал роль пакистана потому что роль пакистана вообще относительно талибов очень особая поскольку талибан создавался при непосредственном участие в этой разведки и пакистанской это во-первых и во-вторых в пакистан ну имеет там серьезное влияние на вот тут эту пуштунскую пуштурскую составляющую талибана до сегодняшнего момента и конечно же талиба он рассматривает теперь афганистан как один из элементов там своих своих национальных интересов потому что это важно ему им в контексте противостояния с индией и они смотрят на афганистан в том числе какие на резервуар из которого то можно человеческую силу терпать черпать то в случае чего это во-первых во вторых не забываем что на территории самого афганистана происходили и столкновение с талибами и по пакистану вазиаристане и и поэтому для пакистана ему крайне важно чтобы афганистан дальше не превратился вот в такой котел там не управляемый который будет дестабилизировать сам по сам пакистан да абсолютно верно и скорее всего пакистанцы сейчас будут пытаться склонять новое правительство к тому чтобы они признали линию дюранда за как государственную границу это что что пакистан давно уже хочет сделать но афганские власти про американские не хотели они не признают эту границу а пакистанцы очень но им же это было нужно чтобы была четкая граница они вы могли спокойно выпихнуть там самых тех тех которые самые радикальные элементы туда в афганистан и в принципе ну и наконец-то стабилизировать вот этот участок который вообще же непонятно же вообще не контролируется практически и я думаю что пакистанцы сейчас этим займутся потому что действительно их тоже беспокоит талибы у нас в украине по крайней мере из того что я вижу в фейсбуке у нас считают многие что там талибан чуть ли не марионетка пакистана но не так у них немножко сложнее отношения пакистан конечно приложил руку к созданию талибана но они их не контролируют полностью но это приори невозможно потому что талибан это децентрализованное движение сетевая вообще структура там в принципе контролировать это если говорят нашим языком представьте махновцев там 1919 году там или ну как они управлялись вот как афганистан это такое государство в котором ну в общем то даже до боевые действия ведутся там с апреля по октябрь потому что потом начинается начинается заморозки там серьезные морозы в горах и между многими провинциями из-за того что плохое сообщение ну просто невозможно перебраться кстати это было это была ставка американцев я думаю они думали что вот эта армия которая афганская которую они там строили она про сопротивляется 3 месяца этого будет достаточно за это время договорятся о переходном правительстве да конечно так ну так слушай я же еще сезон урожая когда часть либо талибских бойцов уходят себе там на свои поля ну это опять-таки как у махну было да ну да талиб кто такие талибы да это же не просто какие-то там это же не регулярная армия это крестьяне ну как бы пуштуны которые тоже еще занимаются своими там полями выращивают что-то есть тоже сезонность как бы их наступление и боевых действий к и то есть и сезонность времени когда они могут вести боевые действия вот поэтому так вот возвращаясь к пакистану я думаю что они сейчас но они реально обеспокоились потому что захват власти дает талибану самостоятельность такую субъектность можно сказать и конечно но теперь в общем то в исламабаде но будут проблемы тем более что на территории еще пакистана есть свои группировки свои именно пакистанские ты такие как-то реки талибан до которые но это типа как пакистанский талибан но это не часть талибана афганского то есть это отдельная группировка в пакистане который борется против центрального правительства пакистана и есть в исламабаде свои беспокойства по поводу того что не будет ли талибский афганистан ну или какие-то полевые командиры через границу помогать своим теперь уже в пакистане и не вдохновит ли пример афганского талибана своих собратьев через границу тоже что-то такое сделать а пакистану это вообще не нужно и никому не нужно потому что пакистан ядерное государство вообще там да то есть с пакистаном да я и смотри здесь еще одна завязка с пакистаном это турецкая потому что турция она имеет союзнические отношения с пакистаном и она сейчас выстраивает свою вот эту восточную стратегию там до продвижения в регион центральной азии с опорой там как бы на азербайджан на те успехи которые были в карабахе там да и вот климкин павел бывший министр иностранный дел украины у меня здесь был студии перед тобой мы как раз им это обсуждали он 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 правильно говорит о том что с одной стороны у турков нет там таких сильных завязок как допустим у таджиков там или узбеков там или у пакистана но с другой стороны вот именно используя фактор пакистана как своего союзника который сильно влияет там нам но как бы на вот эти различные течения талибана турки могут это использовать для того чтобы продвигать свои интересы заходить там в инфраструктуру что-то отстраивать какие-то секторы экономики так и так далее и так далее и тем самым повышать свою роль в раскладе потому что естественно тут я с климкиным согласен обязательно посмотрите эту беседу представляет интерес серьезный что если турция закрепляется там в как игрок то это ее выводит на этом вообще выводит высшую лигу потому что влияя из закавказья и влияя из афганистана на центральную азию это она турция добивается собой совершенно другого статуса чем если бы это она делала тут только традиционными инструментами я думаю что турция будет развивать это все даже может даже не так через пакистан скорее как напрямую через сталибами потому что но все-таки пакистан не азербайджан на азербайджан азербайджан больше зависим даже от турции и можно скажем так на него можно надавить да можно там какие-то вещи а пакистан все-таки самодостаточное государство и плюс да они союзники турции но это я бы не сказал что турция сейчас имеет возможность беспрепятственно именно через пакистанцев делать все что хочет конечно им даже выгоднее было бы сейчас как раз наладить контакт с талибами напрямую то что эрдоган хочет уже недавно выступал говорил я буду встречаться с кем угодно из талибского правительства это правильно но с его точки зрения с по этой логике но это кстати по турции получилось так как мы говорили прошлый раз тот же раз когда мы записывали видео тогда была ситуация что турков хотели завести штаты туда то есть штаты и турция договорились о том что турция охраняет кабульский аэропорт и так должно было быть но не получилось потому что кабул талибы захватили раньше плюс этот хаос в аэропорту привел к тому что турки отказались от идеи охраны аэропорта в интересах штатов но я думаю что теперь это развязало им руки и они могут просто действовать самостоятельно то есть без штатов там сами как хотят и в общем то да у турков действительно есть хорошие завязки в том плане что они будут действовать в афганистане опираясь на вот то есть они скорее всего мы увидимся формирование вокруг афганистана некая вот вот этих сейчас которые сейчас в тренде ситуативного гибкого альянса разных стран которые имеют общие интересы это вот турция пакистан китай может быть сюда еще присоединится российская федерация тем более что опыт взаимодействия с турцией у них есть и в закавказье и в сирии и в ливии и может быть даже подтянут иран ну но тут сложнее потому что у ирана же такие непростые отношения как с турцией так и с россией так и с пакистаном в общем там сложновато у иранцев ну вот я думаю что она будет именно так и вот этот 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 альянс вот эти все расклады как ты видишь они но не включают они не штаты не запад не особо включаю да и получается мы можем сделать вывод что тактически запад проигрывает в результате вывода войск то есть стратегически конечно нельзя так сказать потому что еще смотрим как как будет развивать как будут развертывать свою стратегию новую байден во внешней политике тем более что позиции же у них есть и в центральной азии не только в афганистане и в казахстане и но получается что да можно сказать что действительно штаты ну они пожертвовали этим направлением но кстати да я вот кстати тут я считаю что правильно было решение но с точки зрения логики внешней политики штатов уйти из афганистана несмотря то что сейчас критикует байдена за это но как бы еще опама хотел это сделать в общем то ну байден решил но это было да правильно то есть это в принципе очень логично другой вопрос что наверное можно было организовать это получше да вся эта ситуация показала глубочайшие просчеты американцев разведки в оценке ситуации да это потому что сейчас сейчас кстати в штатах эта ситуация вот все что мы видели захват кабула хаос в кабульском аэропорту это все сейчас вызвало такой менее политический кризис в вашингтоне реально потому что сейчас начнем начинается разбор полетов и там сейчас начинают перекидывать между собой кто виноват разведка спец военная разведка дать то есть там пентагон или спецслужбы там цру или кто-то другой это между собой начинают разбираться нам кто собственно виноваты где был просчет вот потому что были такие интересные там сейчас я просто были сливы интересная в американской прессе вот три дня назад слили такую информацию типа цру предупреждала о падении кабула ранее то есть явно что это как бы спецслужбы сливают чтобы показывая что летят там вообще ни при чем потому что последнее последнее время на них начали наезжать по поводу того что это вы виноваты это типа цру цру не просчитали вот и видимо сейчас они отбиваются ну и в общем штатах я думаю эта тема она будет муссироваться вплоть до следующего года особенно но со стороны республиканцев и трампистов которые будут на этом капитализироваться к промежуточным выбором в конгресс двадцать втором году вот то есть действительно в штатах была вот эта проблема просто ну на же популярна версия ну как не версия ну популярна вот например в соцсетях версии о том что вывод американских войск из афганистана это некий такой штатический план да такой знаешь на пять шагов вперед как бы мы просто еще не знаем всего ну некоторые люди знают фейсбуке но мы еще не догадываемся что на самом деле да под этим планом подразумевалось что байден всех переиграет в итоге в конце какой-то там точке вот но я думаю что нет конечно я думаю что это вся ситуация в кабуле наш показывает что нет но когда они эвакуируют потом остановили эвакуацию потом вернули тысячу человек потом еще тысячу военных отправили чтобы ускорить эвакуацию было видно что они вообще не ожидали что кабул возьмут за ночь но никто не ожидал я не ожидал никто не ожидал что семь провинций и кабул может взять за одну ночь ну то есть это же они просто упали там даже этом без сопротивления то есть думали что вот когда-то либо подходили в ну как ты говоришь что я не подходили и тогда же сразу появилась идея вот это с переходным правительством даже появилась фамилия человека который возглавит это правительство и в принципе в дохе начались переговоры по этому поводу талибы в президентский дворец приехали в кабул об этом об этом разговаривать а потом что-то пошло не так президент афганистана ашрафгани улетел вот вот эти вот Вот этот момент, этот период, там несколько часов, до сих пор никто не знает, что это происходило. Кстати, напоминает то, что у нас происходило с Януковичем 22 февраля. Да, никто до сих пор не знает, что там произошло, вот в этот период, вот эти несколько часов, когда Гани вышел, он как бы с утра и до обеда. Он же, он последний раз, когда его видели, он был на заседании, совещании с силовиками, где он им поручил, значит, установить порядок в Кабуле, чтобы талибы его не захватили, ни в коем случае. А потом через час он уже летел в неизвестном направлении. Блин, да со стороны талибов даже заявления такие очень напоминают наши, потому что, ну то есть по большому счету, они Гани могли вот взять там чуть ли не голыми руками, там, да, хотя я думаю, что американцы его охраняли, там, и это не так, это было бы просто, но тем не менее, вот казалось, что они могли его взять, потому что сейчас они там распространяют заявление, что он увез с собой 160 миллионов долларов, там, короче говоря. Ну, это выгоднее, чем взять его, зачем он им был нужен живой, если сейчас можно спекулировать, и если что, тем более, учитывая непопулярность, ужасную непопулярность Гани реально, ну то есть, насколько его не воспринимали в обществе, сейчас на него можно свалить все беды, сказать, что это попередники виноваты, там, не знаю, у нас нет денег, так это разворовали казну, Гани увез, поверьте, там, у нас какой-то там инфраструктурный проект не получился, это все они, то есть, в принципе, для них даже так выгоднее. Кстати, это лишний раз показывает, и не первая уже ситуация, показывает на самом деле, что это вот этот тезис, с которым я уже, ну, пожалуй, согласен, что Талибан изменился. Это первое. А второе, что вся эта история с Ганни, она имеет еще другую составляющую, потому что Ганни написал в соавторстве с кем-то там книгу в 2008 году, написал книгу о том, как, типа, нужно модернизировать вот такие вот... Failed states, да, слабые государства. Fragile states, да, хрупкие государства. Да, хрупкие государства. И, ну, и получилась вот такая вот грустная история, которая показывает, что одно дело писать там про развитие института, вот как мы все там любим Робинса на Джимаглу, там, как бы, да, Нортона, Дугласа Норта, как бы там, да, покойного царства ему небесного и много кого еще. А другое дело, когда вот в реальном поле оказывается кабинетный ученый, потому что Ганни приехал с этого, со штата, он же там, где в Мировом банке работал немножко. Он работал в Мировом банке, он преподавал в Колумбийском университете, в Стэнфорде. Да, да, да. То есть это, ну... Это академически, технократически, активистская среда. Вот, и вот, когда люди оказываются такой афганский сарсенок, говоря нашим языком, оказываются у власти, и получается, получилось то, что получилось, потому что реальность, она намного другая, особенно в такой стране, чем... Ну, нам это очень актуально, да, то есть это просто, да, это действительно, это удар, очень, кстати, серьезный удар по вот этим вот, вот этому элементу моделей, которую штаты очень активно экспортируют за рубеж, да, когда они там продвигают тех людей, которые они считают своей новой элитой и пытаются их как бы продвинуть во власть. Но мы чаще видим, что чаще у этих людей не получается, потому что это в основном вот, в основном у всех у них одинаковый, ну, похожий бэкграунд, вот как у Ашрафа Гани. То есть ты смотришь, действительно внушительная карьера, ну, там послужной список серьезный, то есть действительно, ну, можно сказать, что человек профессионал, то есть ему все-таки непонятно кто. Похлеще, чем у Тимофея Милованова. Да, не, похлеще, да, намного, как бы, чем более гетьманцевая уже, не говорю об этом. Но все равно не получается, не получается, потому что далеко не все управленцы и далеко не все могут управлять государством, даже имея мощные теоретические знания. Но у Гани была же другая проблема, во-первых, у него, ну, его личный характер, ну, его характер просто, то есть он оказался импульсивным человеком, он сложно договаривался со всеми, ну, реально сложно договаривался. Это как раз в стране, в которой договариваться нужно. Где это мастерство, которое надо до 80 уровня развить. Потому что огромное количество кланов, слишком много. Да, да, ну, как в Йемене, там же похожая ситуация, вот, что, ну, родоплеменная структура, и там никак, ты договариваешься, там именно договоренности, это главное твое оружие, что показали талибы. Потому что они же, ну, опять, у нас же еще одна есть версия, что вот талибы захватили всю эту страну, потому что, оказывается, это был некий заговор. Ну, это, ну, типа договорняк какой-то большой. Ну, в Украине любят верить в большие договорники чего-то. А это были маленькие договорники как раз. Это были сотни маленьких договорников в разных провинциях, которые они развивали на протяжении 20 лет. Ну, да, потому что, обязательно посмотрите интервью с бывшим замминистра обороны Грузии, я поставлю сегодня вот у себя и на хвыли поставлю. Короче, везде поставлю, потому что всем стоит это посмотреть. Он был в Афганистане неоднократно, и вот он рассказывает там очень много интересных таких инсайдов и вообще своих наблюдений. И, ну, я думаю, что где-то вот так оно и было там, когда твой дядя, ты губернатор области, которая вот там под правительством условно ходит, а там твой дядя, твои братья, там, твои все родственники, они в Талибане, там, который в окружающих селах сидит. Вот. Ну, естественно, будешь ли ты воевать там как бы с ними? Ну, скорее всего, нет, потому что ты от рода зависишь. И поэтому его тезис заключался в следующем, что на самом деле Талибан уже давно поглотил афганское государство, и просто сейчас произошла вот такая ошеломительно-внушительная как бы... Нет, так, слушай, я вот сейчас читаю книжку, вот я постил оттуда выдержки «Маленькая Америка» называется. Там автор пишет про Афганистан 2009-2010 годов, ну, обамовский, ну, при Обаме. Так еще тогда, в общем-то, и, ну, он приводил слова местных командиров, натовских, американских, которые там были, там, Ларри Николсона, который, генерала, который тогда командовал морскими пехотинцами штатов в Афганистане. Тогда еще было понятно, что Талибы контролировали всю сельскую местность. Военные, американские, иностранные военные, они, например, они же не могли путешествовать днем. Они, если надо было куда-то приехать, это только ночью, только на вертолете, все. Ну, то есть это уровень вообще свободы передвижения, который у них был, 2009 год. То есть они уже тогда, ну, и все это время Талибы действительно контролировали всю провинцию. Просто в пассивном состоянии они контролируют процентов 30, но когда надо было захватить власть, они просто там нажали условную кнопку, и как бы все. Ну, то есть они готовили эту инфраструктуру 20 лет, и штаты не смогли им помешать. Кстати, это еще раз хорошо перекликается с твоим тезисом относительно того, что там вот тактически сегодня штаты проиграли эту ситуацию, но стратегически это далеко не законченная картинка, потому что все любят приводить в качестве примера вот этого поражения в Тайм, или где там была эта статья, где... Обложка, да, где... Обложка, где... Последние дни Талибана. Последние дни Таламана, Мула Амара как бы показывает там, да, и ровно 20 лет назад, и вот сегодня это все показывает, и это как раз хорошая демонстрация того, насколько, во-первых, скоротечен современный мир, и как быстро все меняется, да не только, кстати, сейчас, потому что если мы посмотрим на историю за 100 лет последние, то через 20 лет мы видим кардинальное изменение ситуации. Но я тебе скажу так, я думаю, что афганскую, вот, афганскую войну штаты проиграли вот все, то есть я не считаю, что она не... То есть она закончена, они ее проиграли, я не считаю, что это поражение внешней политики США вот в целом. Я считаю, что это, во-первых, поражение неоконсервативной политики штатов, которая началась с Джорджа Буша-младшего, вот когда были вот эти... идеи глобалистского, ну, вот этот глобалистский проект появился, потом, когда они начали... Ну, когда появились вот эти все, да, концептом военное присутствие в качестве борьбы с терроризмом, когда они очень активно вмешивались после 2001 года в внутренние дела государств на Ближнем Востоке и пытались где-то строить демократию. Вот этот, вот этот концепт, он провалился. Это вот можно точно сказать, потому что уже не только Ирак, уже и Афганистан это демонстрирует, причем Афганистан продемонстрировал это самым таким трагичным способом. То есть вот так, то есть все настолько плохо. Но да, я, то есть я именно в этом контексте, что я считаю, что да, для них Афганистан закончен, но это не значит, что Штаты там, не знаю, потеряли, и они перестали быть там лидером. Они все еще самое мощное государство, и в общем-то в этом плане ничего не изменилось. Вот что это для Украины означает? Потому что мы понимаем, что, и ты об этом уже сказал, в Штатах, в Вашингтоне идет очень серьезная дискуссия по поводу того, ну насколько вообще была адекватной такая политика как в Афганистане, так и относительно других государств. Потому что, когда мы вспоминаем вот эти вот примеры установления лояльной, там какой-то технократической либо там грантаедской вот этой вот тусовки, там на государственные посты, то мы понимаем, что на самом деле такие ошибки американцы совершают везде, когда есть какое-то машинальное переносение своих ценностей, там своей идеологии на страны, там типа Украины, там или Афганистана, или еще где-то там, да, Пакистана, там десятки стран по всему миру, и в результате получается, что там ставят в Афганистане, как вот эта вот смешная ситуация, что там есть женщина-мэр в Афганистане, и все прекрасно понимают, что, ну, та женщина была просто вывеской, потому что, ну, реально, она не имела никакого влияния, реально там управлял какой-нибудь зам, точно так же, как у нас там, на какую-то должность ставят какую-то девочку без какого-либо опыта, все прекрасно понимают, что там марионетка, из-за которой стоят какие-то из вот этих групп влияния и дергают там за ниточки. И, естественно, это будет сейчас пересматриваться, потому что возникает вопрос по поводу того, как вот этими всеми субстанциями геополитическими, потому что Климкин тоже, когда был здесь, он такой хороший термин ввел, вот там гибридность, вот это вот, гибридное болото я бы назвал, вот такие страны, гибридное болото, там, когда ты вроде как государство, но не государство, непонятно что. И вот сейчас проблемы вот этих гибридных болот, они будут очень серьезно пересматриваться в концептах американской внешней политики. Я уже даже вижу, как они будут пересматриваться. В своем выступлении Байден же, в недавнем поводу Афганистана, он же, в принципе, надал ответ на этот вопрос. То есть он там, по сути, сказал, что мы этим больше не занимаемся. Все. Ну, то есть вот эти все проекты, национальное строительство, там, какое-то развитие демократии где-то, в кого-то впрягаться куда-то, кого-то тащить, за кого-то пытаться что-то строить, они больше этим не будут заниматься. Все. То есть надо что-то порешать для себя, сделают и уйдут. Больше ничего не будут делать. И, кстати, это очень перекликается с тем, что говорил Трамп. И это очень серьезный поворот в идеологии, в нищеполитической идеологии американских демократов, потому что американские демократы, они там, ну, протяжении десятилетий всегда двигали вот этот концент демократизации, идеалистические какие-то взгляды в духе Вудро Вильсона там, да. Тогда как консерваторы, они всегда были более прагматичны. Афганистан показывает, что, да и не только, на самом деле уже давно, кстати, вилсинянские принципы, они уже ставятся под сомнение. Уже даже в Штатах, в авторитетных журналах, еще в начале года я читал хорошие статьи, там в Foreign Affairs были статьи, которые ставили под сомнение. То есть там реально они уже, они уже, то есть сами, американцы сами, их интеллектуальная среда, у них внутри уже пишет, что вилсинянские принципы и весь этот мир провален. Это фиаско. То есть сами они признают, что это все, это не работает. И конечно, ну это вообще парадокс. То есть они сами признают, что это все уже не работает, но все равно продолжают навязывать это другим. Ну в общем, да, а другие это принимают, такие как Украина. Потому что Украине в этой ситуации, которая сейчас сложилась, резонно тоже задать вопрос, если это не работает, вот то, что они, вот это их модель, ну не сработала она, и они уже сами это признают. Ну значит, может быть, и нам надо подумать, чтобы не слепо принимать ее. Просто потому, что это попсово и трендово, хотя уже нет. Даже для самих штатов. А может что-то другое предложить самим штатам или самим придумать. Потому что у нас сейчас проблема, как раз в этом я ее вижу. что мы продолжаем, вот как бы как наметился курс, так мы его вот никуда нельзя уходить, шаг направо, шаг влево нет. Не воспроизводите грустные нарративы, как пишут мне в комментариях. Да, да, да. Иначе же не дай бог что-то произойдет. Ну то есть вот это меня беспокоит, потому что мы уперто следуем по стопам Гани. То есть Украина, она сегодня находится, вот есть окно в мир там, и это окно за шторками, вот на которых там написано демократия, транспарентность, вот, короче говоря, наглядови рады, там, вот это вот, вот это все, что нам втирали там эти все товарищи, как бы, да. И, ну, шторки явно нужно раздвинуть. Ну да, да, да. Ну, у меня есть еще одно окно, его уже забили досками, как бы, и написали, не лезть. А мы продолжаем туда идти на всех парах. Уже вторую доску, да, напечатали, ну, не лезть, не работает, как бы, а мы все равно туда идем. Поэтому Украине урок Афганистана, он очень важен и заключается в том, что Штаты все, то есть Штаты уже не будут. Вот эти былые Штаты, которые мы еще оцениваем там по временам Джорджа Буша, младшего Клинтона, вот эти все, их уже нет. То есть они будут решать, они будут, это опять же лишний раз, опять я повторяю то, что в общем и в институте будущего, я повторял с начала года с инаугурации Байдена, что Байден продолжает политику Трампа. Все стратегические, фундаментальные принципы, которые сформировались еще при позднем Обаме, продолжил Трамп, продолжает Байден, они не отказались от них. То есть то, что президент-демократ, оно не изменило и, ну, в целом ситуацию, и Штаты не будут существенно впрягаться за Украину, Украине надо понять, что у нас нету, ну, нет ничего вечного, нет вечных союзников. Есть и Байдена, речь Байдена показала, что они переходят к политике постоянных интересов. То есть интерес есть, мы можем что-то сделать, интереса нет, мы не будем ничего делать. И визит Зеленского в этой связи в Вашингтон 31 августа как раз будет, я не знаю, наверное, уже не последний, но очень важным шансом для него вылезти из-за этих штор, переехать без штор вот этих вот и честно начать говорить, что вот... и рассказать, что мы хотим. Потому что, если он не убедит американцев, потому что я думаю, что они ждут его, реально ждут, послушать, что Зеленский и его команда предложат им. Если их что-то не убедит, они могут сделать так же, как в Афганистане. Тем более, что смотри, этот визит уже произойдет после того, как Меркель съездит в Москву, приедет сюда, переговорит, позвонит, я думаю, Байдену, они тоже там о чем-то перетрут. И, в принципе, у американцев будет более-менее четкое представление относительно того, какая вот архитектура складывается сейчас вокруг Украины в контексте больших других тем, включая там Афганистан, Ближний Восток. Тем более, мы же должны не забывать, тема стратегического диалога США и России никуда не делась. То есть, это же остается, эта тема. Байден все еще видит Россию как Джокера против Китая. Он от этой политики не отказался. И ситуация в Афганистане, она тоже будет этому способствовать, потому что, в общем-то, Россия, как один из игроков вокруг Афганистана, возможно, в будущем, если Китай будет усиливаться, я не исключаю, что она может стать каким-то таким осторожным партнером штатов в сдерживании Китая, потому что Россия и Китай не будут конкурентами за влияние в Центральной Азии и Афганистане, они уже являются конкурентами, но вот Афганистан, он создает вот такую вот новую реальность, где, ну, потому что все же понимают, что Россия проиграет конкуренцию, у них нет, других игроков, и это тоже, это тоже формирует негативное пространство вокруг нас, потому что, ну, чем выше ценность России в разных процессах, тем ниже ценность наша, потому что пока Россия где-то там пытается куда-то пробиться, а мы над ними ржем, а мы не пытаемся, то как бы... И они ржут над нами. Да, они ржут над нами, но чем хуже нам, потому что мы сидя-сидим, там, ничего не делаем. В кармане такие. Да, вот сейчас, сейчас вот плачем за страной, которую потеряли за Афганистаном. потому что я смотрю, там в Фейсбуке очень много постов в стиле, там, кошмар. Вот, что ж теперь будет? Я думаю, все будет, как обычно, в Афганистане, на самом деле. Сейчас, кстати, перед талибами у них же будет очень трудный период. Сейчас еще все будет решаться, смогут ли они удержать власть. Потому что одно дело захватить, при том, они же не захватили власть, это же, ну как, бои были, особенно Кандагар, Герат, но они не захватили Афганистан какими-то огромными жертвами. Власть упала им в руки. А когда тебе власть падает в руки, ну, это очень хрупкая ситуация. То есть, ты не стоишь твердо на ногах. Это значит, что, ну, окей, тебе доверились. То есть, ты воспользовался тем, что она валялась под ногами просто, но теперь ее надо удержать. Это как большевики в семнадцатом году. Ведь гражданская война, она началась не сразу, не тогда, не после 25 октября, а она началась с лета восемнадцатого года, особенно с осени восемнадцатого года, когда заполыхало по Волжье, там, и все остальное. И в Афганистане, я думаю, будет то же самое. в общем-то, то, что происходит сейчас в Паншерском ущелье, оно уже показывает, что вот очаг сопротивления, с которым они, скорее всего, будут воевать. И я думаю, что у них вот своя такая гражданская война их еще ожидает, потому что у талибов есть, ну, как минимум, три большие проблемы. Первое, это то, что мы уже сказали, это их сетевая структура. То есть, то, что им помогло победить США, им будет мешать в госуправлении. Потому что, если у тебя нет вертикали власти, это нереально. это петлюра в декабре 18-го года. Вот 100-тысячная армия зашла в Киев, вот она, как Булгаков там описывал, там и все остальные, по-устовски, черная вот эта вот, как бы, туча пришла в Киев, а через 43 дня она точно так же рассосалась из Киева, и все. Да, то есть, у них вертикали нет. То есть, сразу говорю, у талибов нет никакой вертикали власти. Есть политический офис Талибана, вот эти вот люди, которых мы смотрели на пресс-конференции. Которые говорят правильные месседжи. Очень правильные, очень умеренные, прогрессивные, молодцы вообще. То есть, столько плюшек пообещали, но это одни люди. А есть куча других людей, которых мы не видели, в разных городах, то есть, они действуют автономно. И там уже, я видел в канал, телеграм-каналах смотрел, там уже две женщины там убили, потому что одна без паранжи ходила, а вторая там была какая-то активистка. Да, сейчас у всех будет разрыв шаблона, потому что, у нас же люди мыслят черно-белым цветом, то есть, поэтому сейчас одни будут говорить, что это означает, что это либо плохие, другие будут говорить, ну, короче, суть в том, что вот сейчас будет, сейчас увидишь, сейчас будет очень много разных, разных ситуаций, потому что, вот, в Кабуле был протест шиитов-хазарейцев, их не трогали, а в Джалалабаде был протест, они повесили флаг афганский, их расстреляли, трех человек убили. Да, и у всех такой вот разрыв шаблона, как так, это как раз это показывает, что в Кабуле, ну, как бы власть, то есть, есть некая там дисциплина, и они там не трогали их, потому что приказ спустили, скорее, они думают картинкой, они думают картинкой, которая транслируется в глобальной среде. В Джалалабаде свои полевые командиры, которые решили, что нахрен нужна эта демонстрация, просто стреляем, да, потому что они так решили, потому что у них в голове свои какие-то установки, то есть, полевые командиры, они сейчас будут, у Талибана сейчас реально будет такой достаточно серьезный вызов, им придется подминать под себя своих же, то есть, и вот, если они справятся, это будет, я даже скажу, это будет революционно для них, для их движения, потому что такого у них еще не было. Ну да. То есть они должны будут, то есть они, видишь, они децентрализировались, и теперь им надо опять схлопнуться в вертикаль, которая когда-то существовала при Муле Амаре. То есть, смотри, опять-таки, говоря языком аналогий исторических, от стадии вся власть Советом, да, они теперь переходят в стадию, как бы, построения диктатуры исламского, ну не знаю, опиумного пролетариата. Нет, так оно так и есть, слушай, их же идеология, это, кстати, смесь, ну вот, такого догматического, ну, консервативного ислама, суннитского толка и левых идей. Талибан же, когда возник в 94-м, они же на идеях, пошли на идеях защиты угнетенного бедного населения против коррупции и так далее. То есть у них такие, ну такие левацкие идеи, на самом деле. Так что да, можно так сказать. И вторая проблема, это экономика. У нас об этом вообще не говорят. То есть экономика же Афганистан, она же такая же искусственная, как и их, как было их правительство. Их собственные расходы Афганистана, это где-то 2,5 миллиарда долларов в год. Да, в год. Да, только собственные доходы, извини, собственные доходы. При расходах 11 миллиардов. И еще 8,5 миллиардов в год они просто получали за счет внешних финансовых вливаний. То есть в них тупо вливали деньги, за счет чего экономика... Армия, знаешь, сколько получила? 90 миллиардов. На построение афганской армии американцы потратили 90 миллиардов долларов. И сравнивая там с тем, что под 200 миллионов нам давали в год какой-то помощи, это выглядит очень смешно. Но с другой стороны, очень важно понимать, что там, что это, ну как это все осваивалось, потому что там же это тоже осваивалось, это и американцами, прежде всего американцами самими в том числе. Да, нет, ну, слушай, Ташка, поэтому же все 20 лет, ну не все там, когда меньше 20 лет, они сразу же не решили уходить, когда при Обаме, поэтому всегда было сопротивление выводу американских войск со стороны части военных. ВПК. И ВПК, потому что это же подряды, это сумасшедшие деньги. В последние годы, вот последние несколько лет, в Афганистане, ты прикинь, было больше военных подрядчиков в количестве, чем американских военных. И там есть еще, кстати, там еще есть один очень интересный момент, который у многих ускользает от взгляда, это то, что на самом деле последние годы там не американцы вели основные боевые действия, ну, в смысле, регулярные, как бы, американские, войска, как бы, армии там, а вот эти вот частные компании, которых подряжали, и там были в том числе там и с Украины ездили, ребята. Они же до сих пор там остались. ну, там со всего мира, на самом деле. То есть там со всего мира. Субподрядчики разных там, Британии, еще кого-то. Так вот, что самое интересное, когда нам говорят о том, что там потери там американцев там за 20 лет полторы тысячи человек, да, или две с половиной, там, неважно, то есть это небольшие относительно цифры, там, да, у Советского Союза там был и выше, около, сколько, 15 тысяч, по-моему. Вот. И, что забываешь, что вот эти потери, которые там были среди наемников, вот этих частных армий, там, типа Black Waters, там, или как она сейчас по-другому называется, то они вот шли туда, и они были на порядок больше. Да, да, это не подсчитано, понятное дело, очень мало информации об этом, так же, как и о том, сколько это все стоило. Да, и это очень важный момент, потому что, по сути, американцы, они уходили, ну, они вышли, основными силами, вышли давно, потому что там, когда на пике были они, то там это были 100 тысяч человек, там десятки тысяч. 2012 год, 100 тысяч, это реально при Обаме, они, а последний год их было там, тысяча шесть, Ну, это вот когда Гейтс и этот Наср описывали, Вали Наср описывали, как вот они в 11-м году принимали это решение. Да, вот это увеличить количество, на год. когда они верили, что количеством можно что-то изменить, ну, не получилось. Да. Вот, то есть у Талибана будет серьезная проблема с экономикой, тем более, что у них же сейчас внешних финансовых вливаний не будет, может быть, даже против них ведут санкции. Ну, уже сказали, это Европа сказала. американцы заморозили активы Центрального банка Афганистана в своих, как бы, банках, и получается, сейчас возникнет вопрос, где брать деньги? Ну, сами Талибы, они генерировали для себя около миллиарда в год. Ну, это, налоги с населения собирали, наркотрафик, контрабанда, там, ну, и так далее. Где брать деньги? А это очень важно, ну, как на экономике все будет держаться, тем более в Афганистане, где, в общем-то, именно социально-экономические проблемы всегда стояли в приоритете, из-за чего Гани не любили, в том числе из-за того, что он не смог ничего с этим сделать. То есть, при нем уровень бедности вырос на 20%. И третья проблема Талибов, это международное признание. То есть, чтобы удержать власти, нужна внешняя легитимность, ну, и внутренняя тоже. Ну, если там мы, допустим, ну, мы допустим, что внутреннего типа есть сейчас пока что, вот этот запас прочности, ну, небольшой сейчас на ближайшее время, пока все, типа, согласились с их захватом, Кабула. То есть, им нужна внешняя легитимность, а это зависит от их внутренних действий. Вот сейчас вот это сборище Ахмада Масуда Младшего и других в Паншерском ущелье, это для них вызов, потому что... Они недалеко от Кабула находятся. Недалеко от Кабула, и во-вторых, чтобы с ними что-то сделать, нужно запускать какие-то широкомасштабные боевые действия, а они могут повлечь гибель людей, и эти все картинки сейчас Талибам не нужны, ну, по крайней мере, Кабульским Талибам. И у них нет времени, они практически, потому что там с октября, как я уже говорил, закрывается перевал эти все, а там горы в районе этого ущелья там до 6 тысяч метров составляют, и оно реально очень компактное, там около 3 тысячи, 3,5 тысячи километров, то есть это, если у Киева 750, то есть, ну, это несколько Киевов, по большому счету. Да, очень сложно доступно. очень сложно. Там обороняться можно долго, если прям так по-настоящему, и плюс, судя по всему, в Паншере люди настроены обороняться, то есть там как раз собрались все самые ярые анти-талибские командиры, то есть они не сдадутся. И их будут подпитывать наверняка, я думаю, там запад как-то будет. Ну, вот это, кстати, вот угроза для талибов, сейчас их пока еще никто, ну, к ним присматриваются, и у талибов сейчас, по сути, очень, ну, такой сложный вопрос, то есть, если их разбивать, надо это делать сейчас, пока их никто не подпитывает. Если ждать, то как раз может появиться какие-то заинтересованные игроки, которые будут подпитывать их, и тогда это уже выльется в какую-то прокси-войну, и это будет намного сложнее сделать. Поэтому, то есть, у талибана будет огромная вот проблема, как удержать власть, поэтому я не знаю, вот получится у них или нет. Я вполне представляю себе, вот гражданскую войну опять, то есть, ну, то есть, как и внутри Талибана, между разными фракциями Талибана, потому что мы забываем, что у талибов есть умеренное крыло, которое мы видели на пресс-конференции, и радикальное, например, сеть Хаккани, это вообще террористическая организация, которая связана с Аль-Каидой, они совершали теракты и в других странах, не только в Афганистане, и вот они как раз, они очень имеют серьезное влияние на руководство Талибана, ну, и радикальное духовенство, да, то есть, и от этого будет зависеть вся внутренняя политика. Я думаю, что если они реализуют хотя бы половину из тех вещей, которые они пообещали на пресс-конференции, это будет очень серьезным шагом вперед и для них, опять же, революционным. Но как они это будут делать, это будет очень трудно, потому что, ну, вот даже с правами женщин, ну, вот они сказали, пусть женщины ходят в школу и в университет, ну, где гарантия, что завтра какой-то мулла в Кандагаре не выйдет, не скажет, а у нас мы так не привыкли, пусть они у нас сидят дома. И это будет, каждый раз это будет подтачивать монополию центральных талибов, назовем их так, в Кабульске, на власть. Которые нет, да. То есть им придется либо реагировать на этого муллу, их там, не знаю, арестовывать, своего же получается, бросать в тюрьму или как-то публично наказывать, либо проглотить и получается, это будет удар по авторитету. То есть талибам нужно создать то, чего никогда в Афганистане не было, централизованное государство. Нет, ну, было. В Афганистане было. Ну, я имею в виду в современном понимании. В современном, да. В последние годы. Да, вот. И, соответственно, создание этого государства это практически непосильная задача. Я бы сравнил вот этот их эксперимент или их вот эти потуги, наверное, ну, это параллели бы провел, сравнить все равно разные ситуации. Но, в принципе, если у них выйдет, это будет, знаешь, ну, такой успех уровня исламской революции в Иране в 79-м. То есть это такая как бы вещь, действительно, когда выстроили, выстроили же государство. В 79-м тоже как бы была ситуация, когда пришли вот такие вот революционеры-радикалы, ну, у них получилось создать ислам. Я вспомнил. Сегодня в разговоре с Климкиным сказал, что на самом деле то, что произошло в Афганистане, это та самая битва под дабиком, которую игиловцы ждали. Вот она придет на границе с Турцией, этот дабик вымышленный, где должна была состояться битва с силами зла. Но в результате произошло то, что произошло. А вот в Афганистане это произошло, и многие мусульмане восприняли то, что там произошло, вот как такое яркое событие, которое говорит о превосходстве каком-то и т.д. И смотри, еще один момент, который уже заканчивая, что на самом деле выход талибов заключается в том, чтобы где брать альтернативные финансовые потоки. Если Запад перестает давать о новых переста, то тогда надо брать у Китая под конкретные проекты, потому что Китай готов вкладываться в добычу каких-то полезных ископаемых. А ископаемых, я напомню, в Афганистане по данным аналитиков там есть на сумму от 1 до 3 триллионов долларов. Да. Там есть и кобальт, и медь, и все, что хочешь. Или идти, больше, чем в Балерии. И колтан есть. Короче говоря, вот в этом плане это может быть палочка-выручалочка, потому что несколько миллиардов, которые им нужны, они от Китая таким образом могут получить. И впасть в зависимость, конечно, от Китая, потому что Китай же просто так ничего не делает. Да, он не дает просто так деньги, поэтому это каждый раз сопровождается обязанностями. И не только у Китая, поэтому да, у талибов будет сложно, вообще будет очень интересно за этим понаблюдать, но их история только начинается, то есть еще ничего не закончено, и я думаю, что в ближайшие вот несколько месяцев мы уже увидим контуры, во-первых, будущее вот этой вот, я думаю, расхлябанной такой властной структуры, которая будет в Афганистане. То есть власти в Афганистане в ближайшие пару месяцев ее не будет на самом деле. А я думаю, что в ближайшие годы. Может и годы. Ну да, это я прям, вот оптимистичный сценарий это вот несколько месяцев до конца года, но вообще да, скорее всего ее какое-то время просто не будет, это будет вот попытка консолидировать ее, но тут уже, я же говорю, тут посмотрим, как оно пойдет. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что досмотрели до конца это все. Дело Талибана. Подписывайтесь на Илью Кусу, на его патреон, я поставлю ссылочку, на мой тоже. Мы любим динамику и любим подписываться на различные издания там западные, которые требуют от 2 до 15 долларов в месяц. Поэтому ваш вклад будет не лишним и до новых встреч. Пока. Пока.